Всем привет! С вами Базов и Блог, подкаст про блокчейн. Это эпизод номер 12. Я Сергей Тихомиров, и сегодня мы обсудим несколько интересных тем, как то публикация отчета CoinDesk о State of the Blockchain за третий квартал 2017 года, а также я расскажу вам о том, как работают каналы платежей в биткоине и в эфириуме, что такое Lightning Network и Raiden Network, какие есть альтернативы этим сетям. Ну а в конце, так сказать, на десерт мы обсудим последнюю тенденцию в мире эфириума, а именно криптографических котиков. Но вначале я, конечно, не могу обойти вниманием новость прошлой недели о том, что биткоин впервые пробил отметку в 10 тысяч долларов за один биткоин. В этом подкасте я стараюсь не говорить про курс, потому что это не очень-то интересно обычно, и никакой здесь технологии за этим нету. Но, конечно, пятизначная цена биткоина в долларах — это некий майлстоун, мне кажется, это некоторая веха на пути к мейнстриму. И в последний буквально месяц мы можем наблюдать, что о биткоине говорят все больше и больше. Во всех главных финансовых, экономических изданиях эта тема главная, ее выносят прямо на обложку. И я думаю, что в наступающем 2018 году нас ожидает новый скачок, если не обязательно курса, хотя это тоже может быть, то, по крайней мере, рост количества пользователей, количества компаний, которые в этом заинтересованы, будут приходить какие-то новые крупные игроки. В шоу-ноутах будет ссылка на статью в Bitcoin Magazine, где авторы ее перечисляют основные события, что происходило с биткоином в течение 2017 года, и что нас привело от 1000 долларов за биткоин до 10, а сейчас, в момент записи этого выпуска, уже даже больше 11 тысяч. Вот, почитайте, это очень интересно. Такие уже начинаем подводить потихоньку итоги года, но я, конечно, посвящу этому отдельный выпуск ближе к концу декабря. Старожилы и те, кто слушает мой подкаст с самого начала, помнят, что в самом первом нулевом пилотном выпуске я рассказывал об отчете State of the Blockchain за второй квартал 2017 года от сайта coindesk.com. Coindesk — это одно из ведущих интернет-изданий, посвященных блокчейну, и они каждый квартал, каждые три месяца публикуют подробный отчет, примерно на 100 с лишним слайдов, о состоянии дел в индустрии. Они освещают как биткоин, так и эфириум, так и другие какие-то проекты, и в том числе энтерпрайзные закрытые блокчейны тоже. Они на прошедшей неделе выпустили отчет за третий квартал, то есть июль-август-сентябрь 2017 года, и я советую вам его посмотреть целиком. Там очень красочные слайды, очень красивые графики, и я, конечно, не могу в подкасте пересказать все эти цифры, нужно смотреть самим, если вам это интересно. Вот, такое небольшое замечание, что если вы на сайте Coindesk щелкнете на кнопочку «посмотреть полностью отчет», от вас будут хотеть ваш e-mail, имя, компанию и еще куча всякой информации. Подсказка можно вводить все, что угодно, и настоящее e-mail и настоящее имя вводить совершенно не требуется. Вот, почитав этот отчет, я могу вам рассказать о тех интересных фактах, которые мне наиболее запомнились, кажутся важными. Собственно, отчет разделен на три больших раздела – это биткоин, эфириум и permissioned blockchain, то есть enterprise blockchain. Если мы говорим про биткоин, то первый интересный факт, который я узнал, что эфириум обогнал биткоин по количеству обрабатываемых транзакций. Причем, что еще даже более интересно, за третий квартал количество транзакций в сети биткоина снизилось аж на 17%, что довольно необычно, учитывая рост курса и рост всех остальных метрик, таких как, например, difficulty и хешрейт и маркет-капитализация и все остальное. Как ни странно, в биткоине стали делать просто меньше транзакций. Возможно, это случилось потому, что сильно выросли комиссии, и если вам нужны просто платежи, эфириум представляет вполне достойную альтернативу биткоину как для контрактов, так и просто для платежей. Я посмотрел цифры сегодня, и вот когда я записывал этот подкаст, начало декабря 2017 года, эфириум обрабатывает чуть ли не в два раза больше транзакций, чем в биткоине. Биткоин обрабатывает примерно 300 тысяч транзакций в сутки, плюс сколько-то. Эфириум обрабатывает больше 600 тысяч транзакций. Если вы следили за этой областью где-то летом, в начале июня, тогда все ожидали такого события, которое получило неофициальное название The Flippening. Все ждали, что капитализация эфириума обгонит капитализацию биткоина. И действительно, если посмотреть на графики, тогда курс эфириума бурно рос, а курс биткоина, наоборот, колебался в районе отметки порядка 1-2 тысяч, и на какое-то время биткоин даже опустился ниже отметки 50% общей капитализации всех криптовалют. Но, как мы видим по результатам третьего квартала и далее до настоящего момента, флиппинга таки не произошло. Биткоин отыграл опять свои позиции за счет очень быстрого роста курса последние месяцы, особенно осенью, как вы могли наблюдать. Он отыграл свои позиции и снова занимает больше 50% общей рыночной капитализации. Мне, на самом деле, в июне тоже флиппинг казался вполне вероятным, и я размышлял про себя так. Сейчас я понимаю, что такие мысли, в общем-то, они неправильны и не подтверждаются в практике. Мне казалось, что, ну, камон, про биткоин уже все знают, уже все вложились в биткоин. Как бы это уже такая немножко устаревающая технология. Вот эфириум, думал я, другое дело, там есть смарт-контракты, там есть ICO, там такой бурный рост идет. Наверное, эфириум действительно обгонит биткоин, тем более, что для простых платежей он тоже приспособлен не хуже. Как выяснилось, нет. Еще огромные-огромные слои людей, причем в том числе людей с большими деньгами, из настоящей финансовой отрасли, так сказать, традиционной, они до недавнего момента вообще были не в курсе. И они только сейчас начинают узнавать и вкладываются, главным образом, в биткоин, как в дефолт опшен в этой области. Но это уже мои размышления на эту тему. Также в докладе CoinDesk есть графики роста средней комиссии за транзакцию среди десятка, наверное, самых популярных открытых блокчейнов. И биткоин, и эфириум, и другие криптовалюты. Сколько вы реально заплатите за транзакцию в каждой из этих сетей? Что меня здесь удивило, почему-то в сети Monero, криптовалюта Monero, которая известна своими приватными транзакциями, там очень высокие комиссии. По подсчетам CoinDesk там 1.84 доллара. В среднем нужно было платить за транзакцию, что прямо удивительно. В биткоине, насколько я помню, транзакции стоят больше трех долларов. В эфириуме что-то тоже порядка доллара. В остальных меньше. Там, скорее, десятки центов или даже центы. Причем, что стоит тоже отметить, что по сравнению со вторым кварталом, в третьем квартале комиссии для биткоин-транзакции росли не так быстро. Они хоть выросли на треть, но во втором квартале они выросли аж, по-моему, в три раза. То есть гораздо росли быстрее. Конечно, среди главных событий в мире биткоина за эти месяцы третьего квартала была активация SegWit и Fork Bitcoin Cash. О форке Bitcoin Cash я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. О SegWit я подробно не рассказывал, но это очень важное обновление. Я, возможно, сегодня вкратце опишу, почему оно важно конкретно для имплементации каналов платежей и Lightning Network. С точки зрения трейдинга удивительное просто дело. Там тоже есть красочные графики, в отчете можете посмотреть. На заре всей этой темы, то есть года 2014-го, среди фиатных валют доминировал американский доллар. То есть больше всего криптовалюты покупали и продавали за доллар. Потом Китай ворвался внезапно, и подавляющий объем, большая часть объема торгов стала происходить в юанях. Но в начале текущего года в игру вступили китайские регуляторы, и торги за юаней просто запретили. Несколько китайских бирж просто прекратили работу. Среди них были одни из старейших вообще действующих бирж, и торги криптовалютами за юаней упали фактически до нуля. В итоге на первое место, и сейчас больше 50% мировых торгов, расчеты ведутся в японской иене. То есть Азия идет вперед, доллар уже не занимает хилидерующих позиций, и корейская вона также вырывается вперед на твердом, насколько я помню, третьем месте. То есть Япония вместе с Кореей – это большая часть торгов криптовалютами. Вот такая вот удивительная вещь. Евро там как-то теряется на уровне каких-то 3 или 4%, ну а рубля не видно там, конечно, совсем. Это интересные вещи, которые касаются биткоина. Что касается эфириума. Продолжая тему с фиатными валютами, корейская вона занимает первое место среди фиатных валют, за которые покупают и продают эфиры. Сеть эфириум вообще выросла очень сильно по разным метрикам. И курс вырос, и хешрейт вырос в три раза только в третьем квартале. Еще среди важных событий произошел форк Бизантиум, который также мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков. И как я, да, как я раньше уже упоминал, эфириум теперь обрабатывает примерно в два раза больше транзакций, чем биткоин. Конечно, 2017 год и особенно третий квартал, хотя и во втором квартале это уже началось, показал нам, что киллер фича, действительно киллер ап эфириума – это ICO. Люди собирают гигантские объемы денег. И за все время, как посчитал CoinDesk, венчурные капиталисты вложили в блокчейн-стартапы, в блокчейн-компании примерно 1.95 миллиардов долларов. А ICO собрали 2.38 миллиардов, то есть гораздо больше. Именно в третьем квартале количество денег, собранных за все время на ICO, превысило количество денег, которые вложили венчурные капиталисты. Это, конечно, очень знаковое, я бы сказал, событие, которое нам показывает, как блокчейн может совершенно перевернуть одну отдельно взятую индустрию краудфандинга и финансирования проектов на ранних стадиях развития. И здесь рекордные проекты – это Filecoin и Tezos, которые собрали оба более чем по 200 миллионов долларов на ICO. Конечно, это, насколько я понимаю, по тому курсу, который был на время ICO, с тех пор, видимо, количество денег еще даже и выросло, если они их продолжают хранить в криптовалютах. Третий раздел отчета посвящен энтерпрайзным блокчейнам. Здесь у нас за последний год, наверное, нарисовалось три крупных игрока. И это Ethereum Enterprise Alliance – альянс крупных коммерческих компаний под эгидой Эфириума, которые пытаются взять Эфириум и приспособить для своих нужд. Туда входит уже порядка 200 компаний, причем среди них есть и крупные банки, среди них есть и автопроизводители, и еще много-много всего. Есть также проект Ars.re – это банковский консорциум, который выпускает платформу Corda, предназначенную также для чего-то блокчейна подобного для внутреннего пользования банков. То есть там тоже есть транзакции, но там нету майнинга, там какой-то алгоритм консенсуса используется, не предполагающий Proof-of-Work или Proof-of-Stake. А также проект Hyperledger – третий большой игрок под эгидой Linux Foundation, и IBM тоже играет значительную роль, который также разрабатывает опенсорсные решения для коммерческих блокчейнов, где все участники заранее определены и майнинга никакого там нет. Значит, и Corda, и Hyperledger выпустили версии 1.0 своих опенсорсных проектов, соответственно, проекта Corda и Hyperledger Fabric. Hyperledger также сделал онлайн-курс на платформе EDX, чтобы повышать осведомленность разработчиков и обучать разработчиков в работе со своей платформой. Также интересный слайд на отчете CoinDesk был посвящен некоторой организации под названием Carrier Blockchain Study Group. Я о ней впервые услышал из этого отчета, но это вроде как консорциум мобильных операторов, который образовался и который ставит своей целью исследовать возможности блокчейнов для мобильных операторов. И это тоже очень многообещающая область. Здесь это не упоминается в отчете, но это я просто добавляю уже от себя, что очень известная история успеха, которую много раз упоминают всячески блокчейн-евангелисты, когда говорят о том, какой импект, какое влияние могут оказать блокчейн-технологии на слабо развитые страны, например, в Африке. Есть такой проект MPS, мобильный оператор, по-моему, в Кении, предоставил возможность своим пользователям обмениваться предоплаченными минутами. И слово за слово, эта система стала де-факто единой электронной валютой в Кении и близлежащих странах. То есть люди просто приходят на рынок с мобильником, и вместо того, чтобы платить наличными, или я даже не уверен, что у них там есть банковские карточки, но, по крайней мере, вы понимаете, проникновение банковских услуг крайне низкое в африканских странах, а проникновение мобильников высокое. И они просто торгуют предоплаченными минутами мобильной связи. Это стала такая внутренняя валюта. И здесь, конечно, просматривается, безусловно, юзкейс для блокчейна, потому что каждый мобильник может быть точкой доступа для своего обладателя к какой-то цифровой валюте на базе блокчейна. Интересно, что из этого выйдет. Но, как мы видим, мобильные операторы начинают уже присматриваться к этой технологии. Также еще один раздел этого отчета посвящен то, что называется Sentiment Survey. На сайте CoinDesk проводился опрос читателей этого сайта по самым разнообразным аспектам отношения читателей CoinDesk к биткоину, эфириуму, состоянию вообще дел в индустрии. Значит, что здесь интересного? По сравнению со вторым кварталом мы видим огромный скачок позитива в отношении к биткоину. Сейчас аж 87% оценивают состояние дел в биткоине как положительное, тогда как во втором квартале таких было на 30% меньше. Это было, конечно, связано с тем, что тогда была большая неопределенность в отношении хардфорка, тогда появился этот проект Bitcoin Cash, и не было никакой уверенности, будет ли активирован Сигвит. За прошедшие месяцы хорошо ли и плохо ли, но конфликт разрешился. У нас есть Bitcoin Cash с большими блоками, и у нас есть Bitcoin Просто или Bitcoin Core с блоками, как и были по одному мегабайту, но с Segregated Witness. И сторонники каждой из точек зрения о том, как лучше скейлить биткоин, получили проект, который соответствует их взглядам. В этом смысле наступила некоторая определенность, и это, безусловно, хорошо для развития экосистемы. Также респондентов спрашивали, считают ли они, что мы находимся в пузыре, и самый популярный ответ – это слайд yes, то есть слегка да. Я, пожалуй, тоже склоняюсь к этому варианту, потому что, с одной стороны, конечно, тот рост, который мы видим, он настолько быстрый, что даже выглядит несколько нездорово, с другой стороны, фундаментально, технология замечательна все равно, и несмотря на то, растет ли курс быстро, или медленно, или вообще краткосрочно падает, мы-то с вами понимаем, что технология решает многие проблемы, которые раньше решены быть не могли. Также респондентов спрашивали, какой сектор в данной отрасли у них вызывает больше всего позитивных чувств. То, что по ним называется most bullish about, да я даже не знаю, как это правильно перевести на русский, больше всего верят в перспективы и успехи. И разные там были варианты. Самый популярный вариант – это децентрализованные обменники, decentralized exchanges. И много уже существует проектов, которые пытаются реализовать децентрализованный обмен между криптовалютами, поскольку сейчас, как вы знаете, самый популярный способ менять криптовалюты – это регистрироваться на бирже, заводить туда биткоины, например, покупать эфиры и выводить эфиры. То есть нужно в какой-то момент доверять бирже. Есть, конечно, такие проекты, как Shapeshift, где не нужна никакая регистрация, и вы просто отправляете одну монету на данный адрес и получаете на свой адрес другую монету. Но этот сервис все равно централизован, то есть есть какая-то компания, которая за ним стоит и которая за него отвечает. В принципе, технически вполне можно реализовать нечто подобное Shapeshift, только абсолютно без доверенной третьей стороны, только на блокчейне. И люди этим занимаются, и, как мы видим, читатели CoinDesk относятся с энтузиазмом к таким разработкам. Также упоминались там Privacy Preserving Technologies, то есть обеспечение приватности транзакций. Asset Management – это что-то уже в сторону более традиционных финансов. Насколько я понимаю, это что-то из разряда того, чем занимается проект Mellonport – управление портфелем инвестиций на блокчейне, что-то вроде того. Лично я в этом вопросе, а я его тоже проходил некоторое время назад, проголосовал за вариант Prediction Markets – рынки предсказаний. У меня эта тема вызывает не то, что вы бурный энтузиазм, у меня она определенно интересна, но таких людей, которые согласны со мной, только чуть более 4%. Ну, на этом я, наверное, завершу краткий обзор отчета CoinDesk. Я рекомендую вам его посмотреть полностью. Он интересный, с красочными графиками и диаграммами. Его можно найти по ссылке в шоу-нотах. Еще одна новость с короткой строкой. Как вы, возможно, помните, в 10-м выпуске я делал подробный обзор на прошедшую в Мексике, в городе Канкун, конференцию DevCon 3. Это главный эфирм-конференция года. И я рассказывал в основном про доклады, которые были на главной сцене, с которой видеопоток стримился в прямом эфире и был быстро после этого выложен на YouTube. Но помимо главного зала, там был и второй зал, так называемый Breakout Hall, где тоже было очень много очень интересных докладов. Так вот, на канале Ethereum Foundation на YouTube выложили все видеозаписи со слайдами, в том числе и со второго потока, из второго зала. Я их посмотрел пока только частично, собираюсь их посмотреть все. Возможно, я про какие-то из них расскажу. Не знаю, буду ли я делать прямо настолько подробный обзор, как я делал в выпуске, который целиком был посвящен DevCon 3. Но если вам интересно, вы можете уже начинать смотреть все доклады. Там более, скажем так, технически нагруженные доклады. Там целая сессия, посвященная Zero Knowledge Proofs. Там целая сессия, посвященная P2P технологиям. И вообще много проектов, которые на слуху у всех, кто плотно занимается этой областью, как-то Aracalyze, и Securify, и Wallet. Много интересных докладов. Очень рекомендую это посмотреть. Ну и теперь давайте перейдем к главной теме. Новостной повод — это запуск MicroRaden. Новость заключается в том, что на мейнете эфириума запустилась сеть каналов платежей MicroRaden. Это такой предвестник сети Рейден, которую очень ждут в мире эфириума. А сама эта сеть Рейден — это аналог биткоин-проекта Lightning Network. Я изучал эту тему в течение последней недели или даже двух, и я бы хотел вам рассказать о том, что вообще такое каналы платежей, почему это важно, какие есть подходы к реализации этой идеи, какие у них есть плюсы и минусы, и что вообще нам стоит ожидать. Ну а потом уже на десерт мы поговорим про криптокотиков. Не переключайтесь. Так вот, что такое каналы платежей или Payment Channels? Как вы, вероятно, понимаете, открытые блокчейны, такие как биткоин или эфириум, очень сложно масштабировать. Собственно, за что мы любим такие блокчейны, как биткоин? За их безопасность. А безопасность их обеспечивается тем, что каждая транзакция включается в блок, блок копируется по всем тысячам или даже десяткам тысяч майнеров по всему миру. Майнеры делают Proof of Work, продлевают цепочку и так далее. Вы знаете, как работает биткоин. Идея в том, что эту технологию она обеспечивает, конечно, высокий уровень безопасности, но масштабировать ее крайне сложно. И расчеты показывают, что текущая пропускная способность биткоина с блоками в 1 мегабайт, если представить, что биткоином будет пользоваться каждый житель Земли, это означает, что каждому жителю Земли достанется что-то порядка одной или двух транзакций в год. Я могу немного путать цифры, но порядок примерно такой. То есть это абсолютно non-viable. И, как вы понимаете, увеличение блока в два раза или даже в восемь раз все равно не решит проблему принципиально. Уже давно в блокчейн-сообществе разрабатывается идея каналов платежей. Самый простой ее пример это односторонний канал платежей. Здесь он описывается обычно в терминах такого юзкейса. Представим, что есть у нас, как обычно, в криптографии Алиса и Боб, и Боб предоставляет Алисе какой-нибудь сервис. Например, Боб стримит видео, или Боб предоставляет bandwidth, пропускную способность, через которую Алиса заходит в интернет. Или что-нибудь в этом роде. Какой-то более-менее непрерывный ресурс, который Боб предоставляет, Алиса потребляет. И дальше Алиса хочет платить за каждую единицу употребленного ресурса. Например, за каждую секунду видео. Сделать это через обычные биткоин-транзакции довольно сложно, потому что это очень дорого, и транзакции подтверждаются в среднем 10 минут. То есть это абсолютно не реалистичный вариант. Но Алиса и Боб могут организовать платежный канал, Payment Channel. Происходит это следующим образом. Вот представим, что у Алисы есть один биткоин, то есть один unspent transaction output, в котором содержится один биткоин. Алиса подписывает транзакцию следующего содержания. Потрать, пожалуйста, этот output, и оттуда переведи 1% Бобу, а 99% обратно Алисе. Алиса подписывает такую транзакцию и отправляет ее Бобу. Боб ее получает, и Боб понимает, что если он эту транзакцию отправит в сеть, она подтвердится, и у него будет 1% средств Алисы. Теперь Алиса просмотрела еще секунду видео, и она посылает Бобу другую транзакцию. Теперь вторая транзакция уже 2% имеющихся средств перечисляет Бобу, а 98% обратно Алисе. У Боба есть две транзакции, обе подписаны Алисой, но при этом он может любую из них поместить в блокчейн. Какую он выберет? Разумеется, та, которая платит ему больше, то есть вторую, и получает таким образом 2%, а Алиса останется 98%. И так далее. То есть с каждой единицей потребленного ресурса, например, с каждой секундой видео, которое Алиса посмотрела, или с каждым килобайтом или мегабайтом трафика, который Алиса потребила из канала Боба, она отправляет такую подписанную транзакцию, которую Боб может в любой момент поместить в блокчейн. Дальше, когда Алиса решает, что ей больше этот сервис не нужен, она может просто отключиться, и Боб, поняв, что Алиса отключилась, просто отправляет в блокчейн последнюю транзакцию и получает свою долю, которая ему и прочитается. Это очень простая конструкция, но с ней есть некоторая проблема. Нам бы очень, конечно, хотелось иметь возможность платить в обе стороны. То есть не только, чтобы Алиса могла платить Бобу, а чтобы и Боб тоже мог платить Алисе. В такой конструкции, как вы понимаете, это не сработает, потому что если, допустим, мы хотим обратно от Боба к Алисе перечислить какое-то количество денег, то мы не можем гарантировать, что Боб не отправит в блокчейн ту же подписанную ранее Алисой транзакцию, которая ему дает больше денег. То есть вот было соотношение 1.99, 2.98, 3.97, потом как бы мы хотим обратно вернуться на 2.98, но мы уже не можем у Боба отнять подписанную транзакцию на 3.97, и он ее может забраткатить в блокчейн, и тогда получится нехорошо, это не то, чего мы хотим. Так вот, вопрос заключается в том, как бы нам сделать bi-directional payment channels, то есть двусторонние платежные каналы. Простой подход к этой проблеме заключается в том, чтобы использовать таймлоки, то есть ограничение транзакций по времени. В биткоине, в скриптовом языке биткоина, есть несколько типов таймлоков, есть как абсолютные таймлоки, так и относительные. Абсолютный таймлок это условие, которое включается в скрипт транзакции, которое не дает ей быть подтвержденной в блоке до наступления какого-то заданного момента. Момент этот может задаваться либо в виде высоты блока, либо в виде Unix timestamp. Это один способ ограничивать транзакции по времени. Второй способ это относительные таймлоки. То есть я могу в транзакции записать такой скрипт, который будет говорить потратить этот output можно не раньше, чем на таком-то блоке. Либо потратить этот output можно не раньше, чем через столько-то блоков после того, как эта транзакция будет подтверждена в блокчейне. И с помощью этих примитивов можно собрать следующую конструкцию. То есть мы делаем двусторонний платежный канал примерно на той же архитектуре, что и описанный ранее односторонний, только каждая транзакция у нас снабжается еще и таймлоком. То есть Алиса отправляет вот первую транзакцию 1.99 и у нее таймлок скажем плюс 100 блоков. То есть это означает, что Боб не может подтвердить эту транзакцию раньше, чем через 100 блоков. Потом Алиса отправляет следующую транзакцию соотношением платежей 2.98 но у нее таймлок уже должен быть раньше, например, через 99 блоков и так далее, и так далее. При этом соотношение платежей может меняться в обе стороны. Фишка в том, что каждая последующая подписанная транзакция в канале платежей, она автоматически инвалидирует все предыдущие. Поскольку каждая последующая транзакция имеет меньший таймлок чем у всех предыдущих, это означает, что обе страны знают, что последняя транзакция может быть подтверждена в блокчейне раньше, чем любая из предыдущих. То есть да, хорошо, у Боба есть транзакция, которая дает ему больше денег, но у нее слишком большой таймлок. И если Боб ее попытается например отправить в блокчейн, она конечно не будет подтверждена, но Алиса увидит, что Боб пытается такую штуку провернуть и отправит транзакцию, которая имеет меньший таймлок и деньги будут распределены именно так, как это должно быть. Но с этим подходом тоже есть проблема. Как вы возможно уже догадались из описания этой конструкции, такой двусторонний канал платежей не может продолжаться вечно, поскольку каждый следующий платеж, каждая следующая подписанная транзакция должна иметь таймлок меньше, чем у всех предыдущих, это означает, что время жизни канала ограничено. То есть мы вначале задаем максимальное время жизни нашего канала, допустим, 100 блоков, и дальше мы понимаем, что мы уже позже, чем через 100 блоков использовать канал не можем. Так вот, здорово было бы сделать так, чтобы каналы можно было бы держать открытыми сколько угодно. И это именно то, что сделали разработчики Lightning Network в биткоине. Lightning Network это проект каналов платежей для биткоина, который находится сейчас в разработке. Пока он еще не работает на главной цепочке, описание протокола Lightning Network имеет смысл разбить на две части. Первая часть описывает один платежный канал, двусторонний платежный канал с неограниченным сроком действия между Алисой и Бобом. Это такой базовый кирпичик, билдинг-блок, из которого собирается более сложная конструкция. А более сложная конструкция, которую имеет смысл описать несколько позже, это сеть каналов платежей. То есть, если у нас есть двусторонний канал платежей, идея заключается в том, что мы можем из этих каналов строить сети. То есть, если Алиса хочет заплатить Чарли, и у Алисы есть канал с Бобом, и у Чарли есть канал с Бобом, то Алиса может свой платеж провести через Боба таким образом, что Бобу при этом не нужно будет доверять. То есть, Боб ничего не сможет украсть, а сможет только платеж перенаправить куда надо, Либо не перенаправить, но тогда тоже ничего особо плохого не случится Но об этом чуть позже, а сейчас о том, как устроен один канал платежей в лайтнинге между Алисой и Бобом Первый шаг в организации канала платежей — это сетап Стороны делают следующее Вот, допустим, у Алисы есть какой-то непотраченный unspent transaction output И у Боба есть такой же transaction output Они создают транзакцию, которая потребляет эти два output То есть, которая берет у Алисы и у Боба какое-то количество денег И output у этой транзакции один, и это output типа multisig 2 из 2 Что означает, что для того, чтобы потратить этот output, нужны подписи и Алисы и Боба Так вот, Алиса и Боб создают такую транзакцию, но пока ее не транслируют в сеть Прежде чем ее транслируют в сеть, они делают следующее Они создают пару то, что называется commitment транзакций То есть, Алиса создает транзакцию, которая тратит вот тот еще не существующий output multisig И дает обратно полбиткоина Алисе, полбиткоина Бобу Боб создает точно такую же транзакцию Ну, не совсем точно такую же, немного другую Но здесь уже я не буду углубляться в совсем технические детали Идея в том, что обе стороны вначале подписывают транзакции, которые им возвращают деньги Обмениваются этими транзакциями И только потом размещают на блокчейне funding transaction То есть, ту транзакцию, которая у них собирает по полбиткоина И создает этот multisig output С этого момента канал открыт И Алиса и Боб имеют общее представление о том, у кого сколько денег А именно у каждого из них по полбиткоина Здесь необходимо еще сказать, почему так важен segwit Как вы могли заметить, Алиса и Боб подписывают транзакции, которые тратят output, еще не существующие в блокчейне Вот это вот два из двух multisig, он еще не в блокчейне, когда Алиса и Боб подписывают пару commitment транзакций Segwit, помимо прочего, решает проблему transaction vulnerability То есть, в более ранних версиях биткоина, пока транзакция не подтверждена в блокчейне Мы не можем быть уверены, что ее идентификатор, ее хэш не изменится Почему? Потому что хэш считался от всей транзакции, учитывая в том числе и цифровую подпись того, кто эту транзакцию тратит Но поскольку цифровую подпись можно поставить несколько разными способами, которые одинаково валидны, но которые различаются И поэтому различаться будут и хэши Соответственно, возможен вариант, когда одна сторона Соответственно, пока транзакция не подтверждена в блокчейне, мы не можем рассчитывать на то, что ее хэш не изменится А segregated witness, как следует из названия, отделил свидетельство, то есть отделил подписи от транзакций И при расчете хэша транзакций подписи теперь не учитываются И теперь, когда мы создаем транзакцию, у нее хэш зависит только от параметров самой этой транзакции И мы можем быть уверены, что он не изменится И именно поэтому активация Segwit очень важна была для развития Lightning Network Так вот, вернемся к Алисе и Бобу У нас есть Алиса и Боб, у них открыт канал Вопрос, как им обновить состояние канала? Допустим, Алиса хочет 0.1 биткоина перевести Бобу То есть мы хотим перевести канал в такое состояние, где у Алисы 0.4 биткоина, а у Боба 0.6 биткоинов Мы могли бы сделать просто по-простому Пусть стороны подпишут опять точно такие же пару коммитмент транзакций и все будет хорошо Но возникает тот же самый вопрос, который мы обсуждали чуть выше Как нам убедиться, что стороны, любая из сторон будет посылать в блокчейн только актуальное состояние канала Только самую последнюю транзакцию Потому что если платежи идут в обе стороны, тогда неизбежно одна из сторон у нее будет мотивация попытаться считить И отправить в блокчейн транзакцию, которая была уже раньше, которая дает им больше денег Lightning Network решает, по-моему, довольно элегантно этот вопрос И я советую вам обратиться к статье, которая будет ссылкой приложена в шоу-нотах Так же, как и видео, тоже будет там приложено на официальном сайте Lightning Network Но если описывать это простым русским языком, то прежде чем состояние канала обновляется Обе стороны должны подписать транзакцию, которая накажет их, если они будут пытаться читить То есть вот текущее состояние канала – это пара транзакций Одну из этих транзакций может браткастить только Алиса, а другую может браткастить только Боб Если вот я Алиса, допустим, я хочу закрыть канал, я отправляю в блокчейн актуальную версию состояния канала То есть последнюю коммитмент транзакцию Но там два аутпута устроены таким образом, что моему партнеру, Бобу, средства достаются сразу же У них нет никаких ограничений на время А та часть, которая должна принадлежать мне, я могу ее забрать только после некоторой задержки Это реализовано с помощью упоминавшихся выше таймлоков То есть если Алиса хочет закрыть канал, то Боб свою долю получает сразу, а Алиса только спустя некоторое время Аналогичным образом, если Боб хочет закрыть канал, и если он браткастит какое-то состояние канала, желательно последнее То происходит то же самое Алиса может сразу забрать свою долю, а Боб может забрать свою долю немного погодя Зачем это сделано? Потому что и у Алисы, и у Боба есть специальная секретная транзакция, которая наказывает противоположную сторону, если противоположная сторона пытается обмануть Если Алиса, допустим, хочет закрыть канал, но она браткастит в блокчейн не последнее состояние канала, а предыдущее, в которой у Алисы больше денег Хотя они с Бобом договорились, что состояние уже обновлено Так вот, если Алиса браткастит в предыдущее состояние блокчейна, у Боба есть подписанная Алисой транзакция, которая деньги Алисы переводит Бобу, причем сразу То есть Алиса пытается закрыть канал, но она не может забрать свои деньги из-за таймлока сразу А пока таймлок не кончился, у Боба есть возможность забраткастить свою транзакцию таким образом, чтобы все деньги забрать То есть он забирает деньги Алисы такой вот специальной транзакции, которую Алиса вынуждена подписать, чтобы продлить канал И с другой стороны, у Боба уже есть все права, все возможности забрать ту долю, которая ему прочиталась изначально То есть, если одна сторона пытается обмануть, другая сторона забирает все деньги Эта конструкция очень элегантно реализована, и ее довольно сложно пересказывать Я советую вам обратиться к статье, где много схем нарисовано, как это все работает Но основная идея именно в этом Это, конечно, все очень здорово и замечательно, но есть один минус Для того, чтобы иметь возможность предотвратить чит, нужно постоянно быть онлайн То есть, если Боб ушел в офлайн, Алиса отправила в блокчейн старое какое-то состояние, и таймлок кончился То Алиса в шоколаде, она просто забирает деньги согласно какому-то старому состоянию канала И она, получается, обманула Боба Для того, чтобы Боб эту ситуацию предотвратил, ему нужно постоянно мониторить блокчейн И смотреть, не пытается ли Алиса его обмануть И то же самое, наоборот, разумеется, с Алисой Разработчики Lightning Network предлагают следующий вариант решения этой проблемы Можно аутсорсить функцию наблюдения за блокчейном третьей стороне То есть, допустим, если Боб хочет уйти в офлайн, он может делегировать наблюдение за блокчейном Некой третьей стороне, какому-то Чарли И Боб дает Чарли заготовки транзакций, которые Чарли обещает забродкастить В случае, если Алиса попытается обмануть За это Боб дает Чарли какой-то процент с этих будущих транзакций Или как-то по-другому его вознаграждает То есть, у Чарли нет некой возможности забрать деньги Боба Он может только отправить нужную заготовленную Бобом транзакцию Так, чтобы предотвратить обман со стороны Алисы В этом, конечно, минус Lightning каналов Но плюс Lightning каналов по сравнению с простыми двусторонними каналами, которые я описал раньше Заключается в том, что в этих каналах нет никаких временных ограничений Алиса и Боб открывают канал И он может оставаться открытым так долго, насколько они захотят Как только кто-то захочет прекратить их взаимоотношения Он просто отправляет последнее состояние канала в блокчейн Оно заверяется и канал считается закрытым В качестве некоторой дополнительной конструкции можно еще привнести Если обе стороны согласны закрыть канал Они могут подписать транзакцию, которая без всяких таймлоков Потратит наш все тот же самый два из двух мультисик Которые мы все и тратим много-много раз Которые потратят в нужных долях этот аутпут Мультисик аутпут сразу, без таймлоков Но даже если одна из сторон ушла в офлайн А другая сторона хочет закрыть канал Достаточно отправить транзакцию и канал будет закрыт При этом канал может оставаться открытым так долго, как это необходимо Ну и зачем это все в конце концов было придумано Глобальное видение состоит в том, что биткоин как таковой Собственно транзакции на блокчейне будут просто settlement layer То есть они будут использоваться относительно редко И для относительно крупных сумм А для повседневных платежей будут использоваться каналы платежей Здесь проводится аналогия с интернетом Примерно как мы отправляем пакеты TCPIP по интернету И они перескакивают через роутеры, через маршрутизаторы И в конце концов собираются вместе на пункте назначения Также мы будем переправлять платежи через хабы Lightning Network Как это реализовано на практике? Представим, что Алиса хочет заплатить Чарли Но у нее нет открытого канала с Чарли Ну вы конечно спросите, а что мешает открыть канал с Чарли? Ну в принципе конечно ничего не мешает Но для этого нужно как минимум две транзакции на блокчейне То есть одна транзакция открывает канал И создает multi-seek output, который потом будет потрачен И вторая транзакция произойдет при закрытии канала Вместо того, чтобы открывать новые каналы Для каждой пары сущностей людей или компаний Или каких-то экономических агентов Которые хотят провзаимодействовать между собой Предполагается, что у нас будет некоторый набор хабов Ну что-то похожее на интернет-провайдеров, например Которые будут соединены хорошо между собой И к которым будут подключены много-много пользователей И таким образом можно будет построить очень короткий маршрут Из, я не знаю, двух, трех, пяти, шести переходов Между любой парой пользователей Если Алиса хочет послать Чарли платеж И при этом есть такой хаб Боб То у Боба открыт канал с Алисой У Боба открыт канал с Чарли И Алиса в канале отправляет платеж Бобу А Боб отправляет платеж Чарли Реализовано это с помощью hash log transaction То есть транзакций, запертых по хэшу В чем, собственно, проблема заключается Все замечательно, но мы хотим иметь гарантии того Что Боб не украдет деньги Алисы То есть Алиса отправляет Бобу что-то А Боб такой говорит Нет, я, пожалуй, заберу это себе И Чарли ничего не достанется Но, возможно, хитрая конструкция Которая это предотвратит Она примерно выглядит следующим образом Чарли, как получатель платежа Генерирует случайное число R И хранит его у себя до поры до времени Он также считает хэш от R И передает этот хэш Алисе Алиса, отправляя платеж Составляет скрипт внутри транзакции Следующим образом Там примерно в переводе на русский язык Говорится следующее Что потратить эту транзакцию Имеет тот, кто предоставит Pre-image данного хэша То есть величину, которая Будучи пропущенной через хэш Даст эту величину И плюс на это все ставится таймлог Алиса передает эту транзакцию Бобу А Боб передает транзакцию Чарли Дальше, если Чарли хочет получить свои деньги А он их собирается получить Из канала, открытого между Чарли и Бобом Он раскрывает секретное число R И забирает деньги Поскольку хэш совпадает И все прекрасно Он забрал все, что ему полагалось Теперь что может сделать Боб? Боб, используя то же самое число R Которое теперь уже не секретное И известно всему свету Он нужное количество денег Берет с Алисы Таким образом, за счет этого хэшлока Гарантируется атомарность То есть, либо у нас Чарли не раскрывает R И тогда платеж просто не проходит Считаем, что Чарли просто отказался от денег Не захотел их получать Бывает Либо, если Чарли раскрывает R, чтобы забрать деньги Таким образом, Бобу гарантируется право Забрать деньги у Алисы И то же самое можно масштабировать На несколько переходов Самое плохое, что в этой конструкции Может сделать промежуточный узел Это просто не переслать транзакцию От Алисы к Чарли Но тогда, опять-таки, как предполагается Алиса и Чарли смогут На ходу перестроить маршрут И найти какой-нибудь другой узел Или какой-нибудь более длинный, может быть, маршрут Построить Который все-таки для них заработает То же самое, как в интернете Мы даже об этом не задумываемся Но наверняка При каждом открытии какой-нибудь страницы У нас какой-нибудь пакет Где-нибудь дропается Что-нибудь там пропадает И интернет-протоколы все это решают за нас Они на ходу перестраивают маршрут Они находят самый оптимальный маршрут Среди всех возможных И за счет этого интернет работает надежно Отмечу также, что Lightning Network Это не единственный подход К реализации каналов платежей для биткоина Есть как минимум одна работа Которая предлагает альтернативный дизайн И которую я тоже изучил довольно подробно Я не буду ее сейчас вам пересказывать Но в шоу-нотах вы найдете ссылку на статью От исследователей из ETH Zürich Из знаменитого швейцарского университета Деккер-Ваттенхофер Под названием Duplex Micropayment Channels for Bitcoin Они там предлагают Некоторую другую конструкцию С другим набором трейд-оффов То есть в чем-то она лучше Lightning А в чем-то хуже В Duplex нужно каждой из сторон Генерировать больше подписей Чтобы работать с каналом Но с другой стороны Нужно хранить меньше информации, чем в Lightning У каждого из подходов есть свои плюсы и минусы И также в шоу-нотах я приложу ссылку на статью Которая сравнивает эти два подхода И можете посмотреть, чем один лучше другого Но, к сожалению, я ничего не знаю О каких-то практических реализациях Duplex Channel Насколько я понимаю, этот проект Никуда особо не вышел То есть люди просто написали статью И все А Lightning реально разрабатывается И очень большие надежды возлагаются Именно на него Особенно в свете активации Segwit Еще скажу два слова про Raiden Network Raiden Network это тоже сеть каналов платежей Для эфириума И она по большому счету Берет те же самые идеи, что и Lightning И реализует их на языке Solidity В виде смарт-контрактов для эфириума Собственно, эфириум Несмотря на то, что у него более Продвинутые возможности В смысле языка программирования, чем биткоина У него те же самые проблемы стоят То есть сложно себе представить ситуацию Где каждый человек будет Каждую мелкую транзакцию делать С помощью он-чейн транзакции В эфириуме, как и в биткоине И разработчики Raiden Network Пытаются идею Lightning Приспособить для эфириума Новость, которая пришла на прошедшие недели Это то, что в главной сети эфириума Запустился Mu Raiden Или Micro Raiden Это проект, который Позиционируется как первый шаг К полноценному Raiden И это просто-напросто Имплементация Односторонних каналов платежей На эфириуме То, что мы обсуждали в самом начале Это когда Алиса платит Бобу За каждую секунду видео Вот эта штуковина Уже работает на мейнчейне Можно ее посмотреть И как-то ее даже поиспользовать Причем работает она Как утверждается И для эфиров И для токенов По стандарту ERC20 Ну и для самых продвинутых слушателей Я упомяну еще одну работу С которой я в последнее время ознакомился Которая называется Sprites И ссылка тоже будет в шоу-нотах И если вкратце Авторы ее утверждают следующее Что Raiden Network Как ни странно Не использует все те возможности Которые дает эфириум То есть Raiden просто переносит Конструкцию лайтнинга На эфириум Но у эфириума В отличие от биткоина Есть Global State То есть мы можем Какую-то информацию записать В смарт-контракт Например информацию О хэшах Вот та конструкция С рандомными числами Которую я описывал Для создания каналов С несколькими промежуточными звеньями Мы можем В смарт-контракте Хранить эти хэши Или хранить Приимеджи этих хэшей И это позволяет Сильно упростить конструкцию И позволяет Снизить требования На количество денег Которые должны быть заперты В каналах И это такая работа Уже совсем на переднем крае Но те, кто интересуется Я очень рекомендую прочитать Собственно, да То, что я забыл упомянуть Минус каналов платежей Заключается в том Что даже в двусторонних каналах Платежи могут происходить Только в пределах той суммы Которая изначально положена туда Участниками То есть если мы представим Какую-то длинную цепочку из каналов То в каждом из этих каналов Заперто какое-то количество криптовалют Биткоинов или эфиров В зависимости от того На какой мы сети находимся То есть здесь возникает еще вопрос Capital costs То есть если представим себе Некоторый хаб Который хочет обслуживать платежи И перенаправлять платежи Через каналы У него возникает Следующая проблема Что ему нужно большое количество капитала Которое он мог бы инвестировать Куда-то еще Или использовать каким-то другим образом Нужно запирать в каналах И это создает некоторую экономическую Экономическую игру Которая нам угрожает Опять-таки сюрприз-сюрприз Централизации То есть здесь нужно соблюдать баланс Между большой пропускной способностью То есть нам хочется, чтобы платежи проходили быстро И чтобы между любыми двумя точками Быстро находился короткий маршрут Но с другой стороны Мы не хотим попасть в ситуацию Когда у нас будет один большой провайдер Payment channel Который будет фактически централизовывать Всю сеть Пока еще сложно сказать Насколько такая угроза реальна Но мы посмотрим Особенно если разработчики Raiden Все-таки используют преимущества Которые им дает Ethereum А именно наличие Global Shared State Тогда возможно требования на Capital Lockup Можно будет сократить И мотивация для централизации Будет немного слабее Ну и напоследок, как я обещал, котики На прошедшей неделе В мире Ethereum Прогремел проект Cryptokitties.co Это такой игровой сайт Который можно двумя словами описать Как Ethereum Tamagotchi Там нарисованы такие милые котики Каждому котику соответствует Уникальный токен в Ethereum контракте Котиков можно покупать Котиков можно скрещивать И в результате получаются новые котики С уникальным набором характеристик И совершенно внезапно Буквально за несколько дней Эта штука взорвала Twitter и взорвала Ethereum Сообщество Люди покупают Как сумасшедшие котиков Самые дешевые котики Стоят что-то порядка нескольких долларов Самые дорогие котики Стоят порядка тысяч долларов И один котик был продан За совершенно потрясающие 246.9 эфиров Или более чем за 100 тысяч долларов По информации FGest Station Сайта, который отслеживает разные метрики И статистику сети Ethereum Адрес контракта CryptoKitties За последнее время Обрабатывает 13% всех Эфириум транзакций И в шоу нотах я прикреплю ссылку С короткой статьей на эту тему Это, конечно, просто потрясающе То есть люди пишут о том, что Я наконец-то впервые Покупаю эфириум И устанавливаю эфириум кошелек Чтобы купить себе Криптографического котика Все-таки геймификация Вещь серьезная И было бы здорово Если бы такие Милые игрушечки Проложили эфириуму Путь в мейнстрим Все, мне кажется, немножко устали От очень пафосных И напыщенных ICO-вайтпейперов Которые обещают Дисрапт все на свете Перевернуть мир Заработать сумасшедшие миллиарды И собирают тоже сумасшедшие Десятки и сотни миллионов долларов Здесь, пожалуйста, котики Не претендуют ни на что глобальное И приложение уже работает Оно уже работает И можно пользоваться через браузер Если у вас есть расширение Metamask Можно просто заходить из браузера Покупать котиков И дальше ими любоваться Я не знаю, что с ним еще можно делать Очень веселый и интересный проект И любопытно, сколько это безумие еще продлится И сколько денег люди готовы тратить На виртуальных криптографических котяток На этом на сегодня все С вами был Сергей Тихомиров Подписывайтесь на подкаст-базовый блог Через RSS или в iTunes А также читайте паблик ВКонтакте Канал в Телеграме И аккаунт в Твиттере Ну и, конечно, делитесь этим подкастом С вашими друзьями До следующего выпуска Пока Субтитры сделал DimaTorzok